Музыка Начните с обзора встречи. Я поздравляю наших болельщиков в Казахстане. Это реальность, это не сон, за которой стоит огромный тур древизорского штаба и максимальная самоотдача наших игроков на футбольном поле. Сегодня они выполнили полностью установку на игру, сажались как львы. Я очень благодарен, несмотря на то, что до игры Греция имела преимущество в 24 часа на восстановление, плюс потом мы остались десятеро. Не хочу комментировать вопросы, судей, если это не мое дело. Что касается моих игроков, конечно, мы все ребята, нужно сдерживать эмоции. Но я им благодарен, они отдали сегодня все максимальной силой. Знаете, наш возраст, 99-й год, игроки, они последний матч официально играли. В 2015 году, именно со сборной Греции выступили 6-0. Поэтому для нас это была такая мотивация хорошая. Я ребятам сегодня сказал, докажите, что вы чего-то стоите. И такой реванш состоялся. И я работал с 2000-м годом, мы играли со сборной Греции, выступили 0-1. Сегодня мы взяли у греков реванш. И за что я очень благодарен своим ребятам. Мы эту победу дарим своим болельщикам. Такое небольшое достижение, свое как тренер, я посвящаю своему первому детскому тренеру, Борису Тулаеву. Именно с его подачи 14 лет назад я стал познавать профессию тренера детского. Что я ему очень благодарен. Можно с вами? Тулаев Борис Андреевич. Лаев? Тулаев, да, памяти. Спасибо за ваш рассказ. Пожалуйста, коллеги, вопросы. У меня вопрос про уже по поводу красной карточки. Может быть, даже дебавок не рассказал. Это что? Это было отсутствие дисциплины? И если так, то не проще ли игрока научить ругаться на казахском языке, потому что его понял судья? Ну, Алия вообще дисциплинированный парень, очень культурный, и поэтому он там однозначно ничего плохого не говорил. Он получил по ногам и, естественно, выразил свое недовольство за удар. Судья, сам молодой, это уже видно. Он сам закипел, сразу схватился за карточку, потом дал вторую, и понял, что это вторая, он даже не осознавал это. Если повтор даже посмотреть и посмотреть на реакцию судья, то он там был сам в панике, что ему делали. Понятно, молодые судьи учатся, 4 учатся, насколько я знаю, попадут в МФЛ, у них такой кастинг идет, поэтому у них тоже какое-то давление определенное. Я говорю, не хочу комментировать, но по этому эпизоду наш игрок однозначно не заслуживал в этой красной карточке. Пожалуйста. Скажите, вы строили подготовку к этой игре на своих козырях, или вы нашли все-таки слабости в сборной Греции? В первую очередь, они открывают фланги свои, мы это внимательно изучили, фактически у нас было мало времени на восстановление и на подготовку к этому матчу, поэтому мы потратили весь вечер и до глубокой ночи делали анализ, делали нарезки, ребятам донесли, что нужно быстро выходить из обороны в атаку за счет флангов, это слабые места сборной Греции. И мы использовали это, и даже несмотря на то, что в десятером греки помчались вперед, открыли все свои зоны, мы эти поспорили. Могу еще заметить штуки четыре, но при этом. Спасибо. Александр, к нам присоединился главный тренер юношеской сборной Греции Ианис Гумас, и я прошу его сразу вступить в игру и прокомментировать матч. Александр, к нам присоединился главный тренер юношеской сборной Греции Ианис Гумас, и рискар. Мы не хотели, чтобы не было в пианице. Спасибо за свою поддержку. Я благодарен Казахстан, но я считаю, что не потерял лучший команду. И мы решили, чтобы мы продолжали в итоге. В первую очередь, хочу поздравить команду Казахстана с победой. Я очень рад, что я очень сильно разочарован, потому что мы сами отдаем игрок соперникам. Грубые ошибки допускали именно мы. И этой причиной, я считаю, послужило поражение. И мы начали, уже зная, как будет играть Казахстан, в десятером на своей половине. Ну, опять же, допустив несколько ошибок, мы пропустили ненужные голы. И в дальнейшем уже игра проходила практически все время на половине команды Казахстана. Мы смогли отыграть один гол, но в дальнейшем, поскольку я говорил ребятам, что нам нужно играть при помощи длинных навесных передач, поскольку в штрафной Казахстана находилось много ребят, тем не менее игроки все равно продолжали допускать глупые ошибки, не всегда выполняли то, что им говорят. И, на мой взгляд, просто некоторые игроки сегодня были не в кондиции, не сыграли на сто процентов. Но также мое мнение, что сегодня смотрелись поинтереснее соперника и должны были проходить, но такой результат не в нашу сторону сложился. Спасибо. Пожалуйста. У меня вопрос сразу же тренеру. Такие многочисленные ошибки и отсутствие взаимопонимания между вратарем и защитой. Мы не можем сделать это. Спасибо. Как я вам рассказал, многие игроки не могли быть в лучший университет. В результате я не вернулся. И я вас заключал и я. Я не вернулся на это. И я даже не могу сказать, Мы были в Казахстане, потому что мы были в Казахстане. Мы победили игрокам, и мы были в Казахстане. Мы были в Казахстане. Как я уже говорил, сегодня не все игроки были готовы на 100%. Мне кажется, сказано уже и усталость. После стольких дней турнира. И поэтому многие сегодня не выложились на все свои 100%. И из-за своих же ошибок мы отдали игру. А по поводу взаимодействия вратаря и защитников, я считаю, что это тоже уже от усталости. В принципе, обычно вратарь играет с подсказом и с голосом. И взаимодействие присутствует. То есть это не экспериментальный подбор игроков и вратарь игроков. Нет, это абсолютно не от этого исходило. Спасибо. Еще коллеги, пожалуйста. Вопрос про нападение. Теперь уже про защиту спросили. Вы играете в атакующем футболу, у вас несколько форвардов, как всегда, выходит на поле. И вы много забивали в группе, а вот в плей-офф что-то случилось и с реализацией. Как вы это объясните? Моменты создаются, опять же, обильно, а голов мало. Спасибо. 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 Александр. Позвольте спрошу. После удаления, как само удаление, произошедшее в конце первого тайма, повлияло психологически на команду? Ведь бывает, что такое событие мобилизует, а бывает, что подавляет игроков. Как они сами себя чувствовали в перерве? Сегодня я ребятам объяснял, что игроки из Асглавной Греции, это особенность их региона, что они намного быстрее физиологически развиваются и более мощнее. Но если есть дух, то можно превосходить эти мышцы, которые у них есть. А если есть командный дух, то можно делать большие вещи. И командный дух, я сказал, давайте помогайте, исправляйтесь за Али, и нужно сохранять спокойствие. Мы сейчас выйдем, забьем, обязательно они побегут вперед. На самом деле, когда говорят, мы всей командой обороняемся, у нас передача в активно выгодную позицию, я смотрю, одни из лучших здесь. То, что команды катают поперед, назад, по флангу, это не несет никакой остроты. Должен быть пас в активно выгодную позицию, под правильную ногу, чтобы на скорости. А катание, держание мяча на своей половине, ну, пусть там катают все 90 минут. Мы на это надеялись. И, в принципе, наш план сработал. Абсолютно нет. Ребята до последней минуты выдержали, за что им благодарны. Причем у нас ребята, однако, младшие ноги. Вы сами понимаете, это физиологически восстанавливает тяжело. Отличный турнир. В таком формате практически как чемпионат мира. Единственное, на одну игру меньше мы собираем здесь. И для нас это драгоценный опыт. И сегодня ребята выложились из-за того товарища, который получил казункаточку. Он извинился. Будем работать над этим. Спасибо. Пожалуйста. Два, если можно. Вопрос первый. Извините, это уже задавали. Мы в Петербурге, где-то особенно сейчас следим за казахский футбол. В связи с тем, что у вас играет наш регионер, это как-то влияет на молодежь, вот появление в таких играх как-то в стране. Андрей в смысле? Да. Парикмахер? Влияет, конечно. Ну, позитивно. Конечно, на него пошли болеточки. И вообще у нас Кайрат правильно работает в маркетинге. Кайрат Святач развивает Кайрат очень хорошо. Приглашает добротных легионеров. Естественно, ребята ходят. Ну, в основном младшие дети, более старшего поколения. У Андрея есть чему поучиться, тем более он, как можно сказать, обрел вторую молодость в Казахстане. Вот. И вторую профессию. Парикмахер мне плохо. И второй вопрос сейчас. Кого им тренировать? Сейчас определятся будут ваши соперники в последующем матче. С кем бы хотел играть в Санкт-Петербурге? Ну, вы же все в Санкт-Петербурге. Я хочу, чтобы Санкт-Петербург был в финале. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОВОРИТ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...